Здарова, народ! И сейчас японский Они выпрится на всю вражескую команду под прострел прямо по центру карты, в наглую. И самое интересное, игра решит его за это конкретно наказать, оставив ему прям такое несгладимое воспоминание, можно сказать, немножко пристыдит нашего игрока. Ну вот скажу вам, сразу покажу статистику этого игрока, народ, и тут все красное! Такое красное, вот как батя, когда 300 грамм бахнет беленькой, да вот именно такого же уровня красное. То есть у нас играет, ну такой рокован, рокован, ну что тут греха таить, как говорится, тем более герой сам про себя это пишет. После боя увидите. Ну и, конечно, очень веселое сражение, немного необычное, отличается от того, что мы обычно смотрим. Ну, давайте смотреть. Йо-йо-йолка, ёлка, ёлка, а алё? Ты что, у тебя все с головой, ты дрожишь, братан? Йо-йолка! Твою дивизию! Ёлка очень хотела слиться, походу. Новый год прошел, а ёлки, конечно, все еще сверкают в нашей игре. Нахрена она выкатила? Вообще ни... Куда? Что здесь светить можно было? Ёлка, блин, а? Вот, вот же клоуны, а? А, посмотри, вон, младший сарай, о-ни. Мы-то сарай постарше, седьмого уровня, можно сказать, элитный, повышенной комфортности сарай. А вот обычный, обычный сарай, о-ни, что-то у него бой не задался, да? И вот, что я вам и говорил, народ, посмотрите, выехал, выперся, как говорится, выставил все свои богатства, две сиськи тут такие, которые можно его пытаться там шить, но у вражеской команды нихрена-ть и не получается. Три косарика мы уже танканули, стоим тут булками своими, всю вражескую команду. Удивляем, и никто сделать пока что ничего не может, но, конечно, это только, только начало боя. Счет, кстати, 3-0. Наша команда вроде и по хп неплохо себя чувствует. И по фрагам довольно хорошо, из. Братан, ты это, не балуй, не балуйся этим, куда пошел, алё? Куда поперед, батька, пошел, а? Ёкарный бабая. Аис, походу, Аис, походу, очень умный. Аис, походу, мастер твоего дела. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Так, все. Пукнул, пукнул Ис, ушел в ангар. Вот, ответьте мне народный вопрос, может, кто знает, зачем он выехал? Вот зачем? Он видит, что там впереди вся вражеская команда дрочит по кустам. Стоит там все кусты разукрашены танками. Мы этого не видим, но там, вот там, вдалеке, впереди. Вот здесь, там, везде, они вдоль всего горизонта там стоят. Ладно, он и тут выкатился. Все-таки сарай, сарая бронированный. Как-никак. 5-900 танканули за 3,5 минуты бой. Ядрить, колотить. Схрена ли, брони нет? Есть, броня есть. Ну, хотя бы вверху списка, конечно, этого не стоит отменять. Я забыл тут, по традиции, в начале боя составы глянуть. Но сразу, я думаю, вы увидели уже, народ, что, ну, в топе. В топе ничего не скажешь. Здесь, конечно, царь был, пока не просрал уже почти все хп свои. Японец, вот я тебе, честно, дам совет. Выезжать вот так в начале боя, стоять и ничего не делать, ты статистику хорошую иметь не будешь. Конечно, он натанковал много, ничего не скажешь. Но как-то танкование в нашей игруличке не ценится. Вот хелкета в бачи ночь понкнули. Ну, уже шо там. 4-3 тем временем. Хотя союзники у нас не менее веселые товарищи тоже уже посливались. Нас еще продолжает арта. Теребить 163 вон. Залупенило нам любезностью. Пугасиком. И, честно говоря, у нас уже нету боевого духа, чтобы дальше от арты принимать. Было 1710 хп. Мы танканули 8к. И еще где-то полторашку получили. Прикиньте, сколько снарядов, сколько снарядов поглотил японец. Такое чувство, что вражская команда больше ничего не делает, кроме как вот по нам кидать. Арта уж точно. Арта вот уже давно о других танках забыл. Ему никто не нужен, кроме у них. Так, там ИС-2. Вдалеке. Тоже нас не пробивает. Гуслей, кстати, его танкуем. Кусоточку танкуем. Так, подождите, подождите, народ. А что это за делегация по Алине? 2-85-ки, посмотри, я ведь в жопу сейчас заеду. В жопу сейчас к нам заедут, а там Бишоп у нас сидит абсолютно халявный. Для вражеских 85-ок. Вот, кстати, если сейчас 2-85-ки хорошо отыграют, на самом деле, вот там наверху карты, у них есть все шансы бой затащить. Потому что база-то у нас, база у нас, как девки в бане, голая. Просто стоит доступная, так сказать, для всей вражеской команды. Проезжайте, захватывайте, как говорится, никто не против. Добро пожаловать, там хлеб с солью лежит. Стол накрыт, как говорится, чекушка налета. Залетайте, пацаны. На огонек. Он 85-ки, не зря уже туда целится. Там Валиантик один. На самом деле, у меня такое чувство, что ни хрена ски он не сделает. И артовод, артовод уже начал депортироваться оттуда. Заметьте, уже, уже убегает. Он свое дело артиллерийское, не хитрое. Но, вот, когда надо, как говорится, удрать, выгибал у него, он чувствует. Жопой, как говорится, чувствует, что снаряд-то вражеский. Лихой приближается. Опа! Штушку 3Г приговорили тоже. Нелегкая судьба у него попала в охренеть. Какой плохой бой внизу списка. Бедолага. Жалко даже, вот, посмотришь. Бедные пятерки, там, Т-34. Штук 3Г. 25ТП он во вражеской команде. Что им тут делать? Да, конечно, ситуация еще та. Опа, опа. АИС какой показательный. Как на параде. Посмотри, чешет. Чешет союзников наших. Забирает ХП. Дофигиськи. Четким временем 11-11. Восемьдесят пятки. Хоть и с потерей одного из этого дуэта. Но дело свое сделали. Всю базу нам почистили. Как говорится, теперь там все сверкает и блестит. Сейчас ровно так же блестеть могут итоги боя. Красным цветом. Цветом поражения. Так, японец, ты бы это. Перепарковался. А то сейчас эвакуируют тебя отсюда. Тут уже давно гаишники знак парковка запрещена. Привинтили. Уже минуты две назад. Вот тут где-то воображаемый стоит. Потому что, честно говоря, 190 хп. И все дело попахивает тем, что сейчас ИС-2 просто выкатит. Триндюлей нам по лобешнику. Влупенит. И до свидания. И пакуйте вещички до ангару. Как говорится. Мы вас не видели и не знали. Вас здесь вообще не было. Так, тем временем. Что у нас тут? Фулловый хеллкет. Не, хеллкет не фулловый. Хеллкет уже ополовиненный. Поехал сражаться. Фелик, давай, братюня, держись. Потому что мы с м-10 не затащим против этого зверя. Фуллового. Седьмого уровня. Так, еще, кстати, артовод. Еще не стоит забывать, что где-то вражеский артовод там сидит. Гнездышко себе тепленькое свил. И, кстати, хеллкет сейчас должен арту забирать. На самом деле, там из-2 поехал на центр. Он на м-10 согрелся. И хеллкетик может в карте проехать. М-10 теряем. Вдвоем с хеллом остаемся 2 на 2, сетуевина, народ. Ну, вот такой, согласитесь, не совсем обычный бой. Но это пока что. Пока что он еще недостаточно крут, чтобы я вот его показывал. Если бы вот так все заканчивалось. Сейчас в финале, народ, именно вот с вами немножечко поднимем себе настроенницы. Потому что он за окошком погодка, честно говоря, отвратная. Поэтому... А здесь на карте, посмотри, солнышко припекает. Хоть и тут, я не знаю, стили... Полотенце и ложись отдыхать, загорать, да? Правда, тут японские танки катаются. Ну, ничего. Как говорится, где наша не пропадала. Так, хеллкет, а ты шо там со ртой испариваешься? Алло, че ты рассмотришь? Красавицу. Хеллкет, ядрить калат. А шо он делает? Я вот не пойму, шо он делает? Народ, расскажите мне. Хеллкет. Хеллкет! Твою налево. Как? Как ты обосрался, братан? Как? Ты же вроде, я не знаю, правильно питаешься. Откуда у тебя такие проблемы с пищеварением? Ё-моё, хеллкет, как ты обосрался, расскажи. Ну, артута не забрать, ядрить копать. И теперь, пожалуйста, у нас почти один с косарейно танкованного. Против нас артовод и из второй. Еще в комплекте к нему. Из-2 выезжает и сразу же нам фугасом зачем-то на 121 пропихивает из-2. Может ты это хочешь прыгнуть? Давай. Молодец. Вот это очень хорошее решение, из-2. Я тебе отвечаю, будет то, что надо. Нет. Нет, ты посмотри, ты посмотри. Видимо, кто-то ему, так сказать, написал, что не надо, не надо, братан. Не надо стрибать. Как нет, в следующий раз? Не хочет. Ты посмотри. По-умному собирается делать из-2. На самом деле, я не понимаю, что он стоит теребонит, потому что у него хп реально много. 130, выезжай, добирай. Кстати, у нас на аккумуляр-то альфа-700, то есть теоретически мы можем его добрать, но там и бронепробиваемость всего 150 миллиметров. У нас, к тому же, еще фугас сейчас заряжен. Тем временем, 69 хп. Опять вот это символичное число. И снаряд арты, вот как раз следующий может все закончить для нас в этом бою. Очень, очень не хотелось. Очень. Так, из-2 все смотрит, в душеньку заглядывает. И арта кидает на 54, оставляя нам 15 хп. Все. Я не знаю, мы сейчас на водорослях просто держимся. Теми, которыми суши закручивают, да? Просто чисто японцы там обмотались. Мушку привязали и сидят. Ладно, народ, давайте быстро вам пока напомню, что спонсор этого ролика парни с классного сайта ВотГолд. Сейчас развязка будет самая интересная, досмотрите. На ВотГолд советую открывать главный контейнер. Вот так он выглядит. Потому что лично мне там и золото выпадало, и премтанки 8 уровня, и Лёва, и С6, и даже 10 тысяч голды было выбивал. К тому же, если вам вдруг премтанк ненужный выпадает в главном контейнере, просто забирайте полную стоимость его в золоте, в голде. Лавашника получили, забрали, там почти 12 косарей голды за Лёву. Нормально. А если еще будете счет пополнять на ВотГолд, вводите вот этот промокод, который на экране. Вот видите, каждому, кто его вводит, дают гарантированный подарок-бонус. Каждому, кто при пополнении вот этот промокод ведет, обязательно зайдите, введите, народ. Короче, в закрепленном комментарии, весь информейшн, как говорится, заходите, смотрите. Там внизу, самый верхний коммент. Ну и не забывайте про розыгрыш голдица. Также в этом ролике лайк, подписка, колокольчик, там позитивный комментарий с игровым ником. Все элементарно, участвуем. Как говорится, кто хочет, тот участвует, так, у них. Я вроде нету там синдрома теребящего танкиста. Давай, не начинай тут камерой дергать, е-мое. Так, а ИС-2 стоит, телится, посмотри. ИС-2, ты че? Все как девственница на первом свидании, а? Подходи уже, давай, познакомимся. Ядрить колотить. Или тебе не нравятся толстые японские танки, а? О, артовод тут приехал. Артовод приехал трындюлей получить и успешно с этим справился. Молодец, артовод. А у нас 2500 урония. ИС-2 идет на таран, народ, но... Но прицельчик-то у него сбит, промахивается, промахивается ИС-2. И смотрите, что пошло. И я вам скажу, в чем суть. У ИС-2, походу, закончились полностью снаряды. А мы-то, мы-то очень здоровые, тяжелые. И ему не так просто вообще нас затаранить. Посмотри, он сам себе снимает хп. ИС-2 ничего не может сделать. И, конечно, картина, друзья, я не знаю. Это инструкция, что делать, если твоя жена весит 250 килограмм. Вот, ровным счетом. Описан весь процесс, посмотри. Со всех сторон подходит, но, как говорится, зона пробития никак не найти, да? Заплыла броней японской ИС-2. А наш герой, я же вам с самого начала говорил. Он сам про себя писал, что ракованчик не получается нифигаски. И в итоге, в итоге, вот так ИС-2 все-таки нашел, как говорится, зону пробития. Заделал нас это поражение. Вот такой необычный бой. Совсем необычный. Если вам что-то подобное нравится им показывать, пишите в комментарии об этом. Давайте к итогам. Ну и вот такое поражение с основным калибром, невозмутимым первой степенью. Кстати, и больше всего интересно, что он танканул почти 11к. То есть сыграл он, в принципе, даже неплохо, учитывая, что выперся по центру в начале боя. Но игра, конечно, его тоже поднаказала, ничего не скажешь. Вверху справа, народ, прошлый видос. Залетайте, смотрите. А мы с вами увидимся в новых роликах, которые уже очень скоро будут на канале. Пока, народ! Субтитры сделал DimaTorzok